Дом Алексея в гусарской балладе до Дорхана рукой подать. К соседству с производственным комплексом при переезде семья Черданцевых отнеслась спокойно. Едкий запах учуяли чуть позже. Изо дня в день, из месяца в месяц, из недели в неделю мы видим дым, выходящий из маленьких труб, которые расположены на близлежащих цехах предприятия ООО «Дорхан». И последующий за ним в течение, может быть, 5-15 минут запах. Опасения за собственное здоровье и здоровье детей заставляют бить тревогу не только Алексея Черданцева, но и других жителей микрорайона и села Акулова. Старожилы вспоминают, раньше здесь и дышалось легко. В местной речке водилась живность. Запах сильный, в середине ночи бывает сильный запах. Такой аж неприятный очень. Что оттуда вытекает? Больше вот этому вытекать? Неоткуда, только отсюда. Во сколько превышает у нас цинк? 580 раз. Делали независимую экспертизу, цинк превышает в 580 раз. Искать источник неприятного запаха из-за грязнения речной воды местные жители будут вместе с администрацией Одинцовского округа. Уже начала работу передвижная лаборатория. Специалистам предстоит сделать 18 замеров в нескольких точках, в каких именно укажут жители. Результат исследования можно оценить практически сразу. Для того, чтобы убедиться, либо выбросы есть, тогда нужно будет модернизировать производство еще больше и еще лучше, чем было сделано в последние месяцы. И ликвидировать эти выбросы. Либо поменять технологическую цепочку. Либо нам лаборатория покажет, что выбросы происходят с каких-то других подпольных, возможно, производств, каких-то гаражей, складов и так далее, и так далее. На минувшей неделе Андрей Иванов встретился с руководством компании «Дорхан». Предприниматели предоставили документы, подтверждающие установку дополнительных систем очистки. По их словам, модернизация газоочистных сооружений на предприятии началась еще осенью прошлого года и должна завершиться в мае. Впрочем, насколько они эффективны, покажут результаты замеров, которые сделает передвижная лаборатория.